Машина, ради которой придают правый руль и автомобиль, который я не люблю, потому что у меня не хватает на него денег. Мне кажется, все преимущества, которыми должен обладать современный, дорогой, стильный городской кроссовер, вот здесь воплощены. Эта конкретная версия стала еще более агрессивной. Для нашего клиента мы приобрели этот автомобиль в дилерском центре, прямо в Корее, и привезли сюда в Владивосток. Есть опция открывания бесконтактного, я просто не умею, надо вот здесь это было делать. BMW X5, четвертое поколение, рестайлинг. Привет, с вами Никифор из FeraCar. Сегодня мы находимся в очень модном месте, это детейлинг-мастерская наших друзей, где ваша машина лечится от всяких неприятных царапинок, помутнений, загрязнений, обклеиваются очень качественной и современной пленкой, чтобы эти неприятности к вам не вернулись. Помните шутку про то, что если BMW проехала мимо сервиса, значит у нее отказали тормоза. Поэтому сегодняшний обзор мы снимаем сразу в сервисе. Итак, сегодня в программе. Автомобиль, от которого текут ручьи по вашим штанишкам. Машина, ради которой придают правый руль и автомобиль, который я не люблю, потому что у меня не хватает на него денег. Итак, встречайте красотку BMW X5, четвертое поколение, рестайлинг. Итак, друзья, сегодняшний автомобиль у нас абсолютно новый, 2023 года. Прямиком из дилерского центра в Корее. Это рестайловая версия самого последнего на сегодняшний день поколения. Прежде чем мы начнем разбираться конкретно с этим экземпляром, предлагаю небольшой малюсенький экскурс в историю для тех, кто не знает, что такое BMW X5. И все перемотались сразу, потому что все знают, что это такое. Согласен, друзья, с этой моделью невозможно быть незнакомыми, но все равно я обязан вам рассказать, что первое поколение вышло в свет в далеком 1999 году. На самом деле, концерн BMW давным-давно планировал разработку кроссовера на своей базе. И только лишь после 1994 года, когда BMW выкупила Land Rover Group, на базе Land Rover была сконструирована первая платформа для BMW X5. X5. Название X5 автомобиль получил за счет чего? За счет того, что X у BMW означает, что версия полноприводная, а 5 это то, что она сделана на базе BMW 5 серии. Все же просто. Вот. Тачка получила сразу же от широкой глазку и очень была популярна, выпускалась прежде всего для рынка Америки. И слава об этом автомобиле, наверное, начиная с первого поколения, разлетелась вообще по всему свету. Все российские гангстерские сериалы начала 2000-х годов без этой модели, наверное, не обходились. Второе поколение, друзья, тоже очень популярно благодаря тому во многом, что открыли производственную линию в Калининграде именно для рынка РФ. Поэтому оно популярно как минимум в нашей стране, стало отчетливее. Изменилась прежде всего внешка, сделали небольшие изменения по моторам, добавили дизельный трехлитровый двигатель, который считается одним из самых надежных на сегодняшний день. Добавили электронно-управляемые амортизаторы, пневмоподвеску и еще несколько мелочей. В 2013 году в свет вышло третье поколение. Это уже более серьезная тачка, которую полюбили уже конкретно к моменту, когда вышло третье поколение, уже была жесткая прям линия разделения Мерседесоводов и БМВистов. В третьем поколении не могу сказать, что тоже сильно значительные были изменения. Опять же, это внешка, небольшой вброс по моторам. И появилась, кстати говоря, гибридная версия в 2015 году. Это очень большое достижение. Ну, я имею в виду, если перечислять отличия двух поколений. Уменьшили массу автомобиля на 90 кг, ну и немножко модернизировали саму платформу, на которой X5 построена. И когда в свет вышло четвертое поколение, друзья, кроссовер перешел на абсолютно новую платформу. В 2018 году оно появилось. В 2023 году вышел его рестайл. И эта машина, наверное, сорвала пик продаж за всю историю BMW. Только за месяц, за первый месяц 2023 года было продано 20 тысяч автомобилей. Автомобиль продается в 50 странах по всему миру. Естественно, в России по понятным причинам в последнее время с новыми дилерскими автомобилями беда. Поэтому для нашего клиента мы приобрели этот автомобиль в дилерском центре прямо в Корее и привезли сюда в Владивосток. Три недели, по-моему, на это дело потратили. Давайте разбираться, друзья, с конкретно сегодняшним вариантом и начнем, как всегда, с внешки. В первую очередь хочу обратить внимание ваше на цвет автомобиля. Он достаточно редкий, если говорить о том, что мы привыкли видеть на дорогах. Это не может не радовать, потому что пока я ехал на съемки, я не видел эту тачку до последнего. И думал, что она будет какая-то черная, потому что 90% BMW, которые мы возим, откуда бы ни возили, черные. Потому что что? Все мрачные люди хотят черные BMW. Не обязательно, еще белые хотят. Но с приходом рестайла доступны стали новые цвета. Очень сложно, друзья, это выговорить без бумажки, поэтому можете писать комментарии, что не подготовился без бумажки, ничего не может. Но! Marina Bay Blue Metallic, эксклюзивный цвет для M60i. А также Blue Ridge Mountain, Brooklyn Grey, Sky Scrapper Grey, Frozen Pure Grey и еще 40 цветов, которые были доступны до рестайлинга. Какой цвет у нас сегодня, можете угадать. Кто угадает, напишет в комментарии. Лично от меня какой-нибудь приз 100% обеспечен. Потому что я не знаю, какой этот цвет из них. По внешке относительно до рестайловой версии у нас очевидные изменения. Морда стала более злой. То есть у нас стали более узкие фары. Поменяли решетку радиатора. Абсолютно другой бампер получила версия. И при всей, на самом деле, BMW-шной и так злости, вот эта конкретная версия стала еще более агрессивной. У нас двойная решетка, регулируемая, открываемая, закрываемая, которая еще и в хороших комплектациях получила подсветку. Как у нас, естественно, камеры повсюду натыканы. Вот здесь вот блестящие лакированные черные вставки. Вместо хромированных, которые мне лично больше нравятся, естественно, BMW-шные знаменитые суперинтеллектуальные билэдовские фары. Да, про них можно целый отдельный обзор. Это, ну, это, короче, самого по себе технологичное устройство. Я и про BMW точно так же, и про Mercedes рассказывал. Но, блин, по факту, друзья, это не от Toyota Corolla фары. И стоит она, ого, сколько денег. Друзья, обратите внимание на Fender, которые у нас в этой версии под цвет кузова, помимо эстетики, они еще и несут защитную нагрузку, да, защищают ваш кузов, дорогущее лакокрасочное подкрытие, подкрытие от сколов. Вот, это важно, кстати говоря. На многих автомобилях вы можете встретить их матовыми, серыми. То практично, но это смотрится посимпатичнее. А BMW покупают кто? Тот, кто выбирает автомобиль глазами и как минимум. Но это еще пока мы салон не видели. Так, что еще мне хочется отметить сразу, находясь у переднего колеса. Посмотрите, как оно вообще круто выглядит. Это огромный 20... какой? 21 диск, да, с абсолютно новой, четкой, низкопрофильной, ширной Pirelli. У нас M-пакет, друзья, поэтому много очень вот этих пасхалочек будет об этом говорить. Да, только в M-пакете у нас вот такие сплитерочки, черные лакированные рейлинги на крыше и еще несколько нюансиков. Обратите внимание, друзья, на прозрачку. Очень, очень прозрачное стекло. Что на самом деле интересно для автомобиля, купленного с корейского рынка, если не вспоминать о том, что этот автомобиль напрямую из салона. Никакой тонировки, никаких вообще затемнений, даже зазовских здесь нет. Для BMW странновато, для Кореи тем более. Почему так? Вот. Рекомендую осмотреть багажник. Обратите внимание, как он красится. Кстати, у меня же есть в кармане ключ. Даже два, которые выглядят вот так в M-пакете. Вот ключи BMW реально делает красивые. Прямо... это еще не самый топ. Самый топ вот такой вот огроменный с гигантскими дисплеями, да, как на X6. Стой. Тем не менее. Ты сделаешь мне так? Я же так делал. Так, мы сейчас закроем. Подходим в машине. Не работает. Я сегодня так делал, честное слово. Есть опция открывания бесконтактного. Я просто не умею ей... О, умею. Надо вот здесь это было делать. Оказывается. Четко, четко. Обратили внимание, как отстреливается багажник? Только на Бэшках и на Мэрсах, по-моему, на свеженьких. Щелк. Класс. Класс. Не могу сказать, что это супертехнологично, но почему-то мне прям нравится. У нас есть кнопка, которая открывает также автоматически нижнюю створку. Есть кнопка, которая позволяет опустить автомобиль вниз на пневмоподвеске. Да, если вы что-то тяжелое грузите, нажали, тачка опустилась. Обратите внимание, что мне понравилось. Мне понравилось. Автоматически выезжающая. Блин, шторка нафиг. Смотрите. Хоп. Это вообще какая-то магия просто вне Хогвартса. Я такое нажимаю, думаю, что за фигня. Абсолютно, сказал бы, ненужная вещь, тем более на электроприводе. Но дико прикольно. Вы нажимаете вот так. Автор. Выключена. Включена. И когда вы закрываете багажник, у вас складываются две створки. И выезжает шторка. Прикиньте. Это ли не чудо? Аллилуйя. Вот за что берут BMW. Вот за что, друзья, мы заплатили 13 миллионов. Очень мне, кстати говоря, нравится на BMW. Это двойное нажатие ручки для открытия капота. Чтобы не лазить, не искать вот этот лепесток подкапотный. Очень классно и очень классно, что китайцы... Очень редко буду хватить китайцев, но вот то, что они переняли эту тему, это очень круто. Что мы видим под капотом, друзья? Четыре огромные трубы, которые просто прикручены здесь от чашек стоечных к телевизору. Чуть ли не саморезами. Шучу. На самом деле это жесткости для усиления кузова. Все выглядит достаточно кустарно, но чем не менее... Чем не менее, придает агрессивности даже с открытым капотом этому автомобилю. Огромная пластиковая крышка, на которой написано BMW. Больше ничего мы не видим. Видим фиолетовые какие-то провода. Сейчас расскажу, что это все такое. Это шестицилиндровый рядный мотор. Работает в паре с восьмиступенчатой коробкой. АКПП, хотел сказать. Внутри которой установлен маленький 9-киловаттный электромотор, который еще и придает ей динамики. Так что эта тачка, можно сказать, у нас mild-гибрид. Вот, при всех своих 381 лошади. Что еще можно рассмотреть в качестве силовых агрегатов для новой X5? Это трешка дизель на 300 лошадиных сил, если не ошибаюсь, с тремя турбинами. Это еще одна бензиновая трешка, чуть попроще, на 317 лошадей. И 4,4 на 620, либо 625, либо 617 лошадиных сил. В зависимости от страны производителя. То есть от типа комплектации. Это X5M Competition. Самая мощная версия. И, как ни странно, эти машины вовсю завозят. И я думаю, что так же напрямую и скорее и. Потому что у дилера сейчас такой автомобиль купить невозможно. В общем, друзья, и дает нам в этом кузове BMW разнообразие. Не думаю, что кто-то будет брать такую машину на заднем приводе. Хотя для американского рынка такие версии есть. Зачем? Не знаю. Но, мне кажется, все преимущества, которыми должен обладать современный, дорогой, стильный городской кроссовер, вот здесь воплощены. Для любителей, конечно, острых ощущений, кто хочет получать супер драйв от езды. И кричать в окна, что BMW всем надавала по щам. Ну, надо брать версию Competition 4,4 литра на 617 или 625 лошадей. В общем, попадая в салон, вы сразу понимаете, за что отдаете такие деньги. А какие, я вам расскажу чуть позже, но BMW как бы никогда дешевым автомобилем не был. Во-первых, это бренд, дорогой бренд. А во-вторых, реально вот здесь все делается для тех людей, которые сидят в салонах. Потому что даже я, как небольшой любитель BMW, можно было сказать, как большой не любитель ранее, да, до того, как я не сел в этот салон. Но признаю, что здесь по материалам, по исполнению, вообще по внешке интерьера, если так можно сказать, здесь все топовое. Реально деревянные вставки, все, что здесь крутится, здесь крутится не просто так. Все вот эти вот прозрачные элементы, они подсвечивают. Здесь атмосферная подсветка, естественно, люк, панорама, двойной, только в рейсе, да, появился у нас двойной, сдвоенный, точнее, дисплей полукруглый, который не отвлекает водителя от дороги. Потому что, во-первых, у нас есть естественная проекция, во-вторых, сделан так, что вам не нужно опускать глаза. То есть все это нижним боковым зрением уловимо. Но шикарного вообще оснащения сиденья у нас просто настолько мельчайшая текстурированная вообще прострочка на сиденьях, что, ну, что можно придумать круче еще вообще непонятно. То есть заморочились прям с обшивкой этих сидений по полной. Вот, здесь все более-менее стандартно. Убрали в этой версии селектор. Да, здесь теперь вы переключаете передачи, посмотрите, бриллиант там, блин. И вообще придраться не к чему. При том, что если в китайцах встречаются, да, тоже вот эти вот блестяшкие стразики, ты их трогаешь и понимаешь, что это, блин, ну, чисто показуха. Здесь все качественно. Ни одного лишнего люфта, ни одного лишнего движения. Машина у нас уже русифицированная. Поэтому первое, что нужно сделать новому хозяину, да, это открыть, ну, лично я, чтобы сделал, да, но хозяин наверняка с BMW знаком, потому что те, кто такие машины покупают, они с BMW как минимум знакомы несколько раз. Покупая новую тачку 23-го года, нужно знать, что ты покупаешь. Но, тем не менее, я бы зашел сюда и выбрал устройство, инструкцию по эксплуатации. И читаете. Что мне понравилось, то, что при всей своей сенсорности, функциональности, вот таких вот штуках, да, когда вы можете жестами управлять магнитолой, оставили единственную крутилочку для дедушки, которому нафиг ничего не надо, кроме того, что сделать радио погромче. Это реально ложуха. Все опции здесь перечислять бессмысленно. Добавлять сюда, пожалуй, нечего. Здесь реально есть все и находится именно там, где должно. То есть, о чем не подумаешь, все здесь. Естественно, подрулевые лепестки, да, для любителей погонять вот это вот стилевое баварское зеркало и черный потолок. И черный потолок у нас, естественно, тряпочный. Я думаю, что найдутся желающие перетянуть его в алькантару. Сейчас, слава богу, это все возможно. Доступно, естественно, Harman Kardon, 10 динамиков, электропривод боковых зеркал и обогрев заднего стекла. Короче говоря, точно так же комфортно, как и на передних сидушек в плане материала и прострочки, мягкости сидений и так далее. У нас вот такие вот отодвижные шторки, куда вы можете ставить свою Type-C зарядку, да, уже USB дырочек нигде нету. Все переходят на... ну, уже айфоны перешли на Type-C, елки-палки. И еще две отдельные зарядки у нас внизу. То есть свои гаджеты вы будете заряжать прям по два штуки каждый. Вот, отдельное пульт управления подогревами сидений и управлением вентиляцией. Да и, в принципе, все. Еще пару динамиков в задних дверях. Здесь еще сопло дообдуло. Ну, в общем, в любом месте, где ты не сядешь в этой машине, ты будешь помнить, что ты находишься в топовой жирнющей бою. Мне все интересно, когда вот эти штучки сделают автоматическими, потому что вроде тачка вся на кнопочках, на сенсорах, а шторки все равно до сих пор вручную. И я уверен, что это не экономия никакая. В этом есть 100% какая-то суть. Либо по технике безопасности их нужно снимать вручную, либо что-то еще. Что хотел показать? Присоски, друзья. Каждая дверь абсолютно у нас с электродоводчиком. Естественно. Цены, друзья. 12 миллионов 900 тысяч рублей обошлась вот эта красотка уже в Владивостоке со всеми-всеми расходами, таможенными расходами по доставке при нынешних курсах. Сейчас у нас ноябрь, хотелось бы сказать, но уже декабрь 2023 года. То есть еще года нет этой красавицы. Что касается цен сейчас в Корее, у дилеров от 13 миллионов есть еще возможность такие машины рассматривать. В России на вторичке несколько таких вариантов продается от 15 миллионов. Но опять же непонятно в каком состоянии. Чисто по объявлениям. И настоящие эти объявления или фейковые нам проверить не удалось. Просто не успели. Что еще можно предложить? У дилера с таким мотором нету. Есть на 280, по-моему, лошадиных сил что-то около 14,5 миллионов. В общем, друзья, поэтому вариантов не так много. Если вы хотите тачку в той комплектации, которая вам нужна в идеальном состоянии, того цвета, который вам нужен, то выбора не так много. Нужно просто поднять трубку, нажать с Fero Car, и мы купим ее вам в дилерском центре напрямую. Привезем во Владивосток. Неважно откуда. Будь то Корея или Арабские Эмираты или даже Соединенные Штаты Америки, где таких бэх целая куча. Вот. Кого еще можно привести в примеры, так скажем, в конкуренты этой малышки? Наверное, это Мерсе, Джельки. Да, свежие, ГЛЭшки точнее. По бюджету тоже очень сильно зависит от года, от комплектации. Если брать АМГшки, то там они не сильно сейчас уходят при нынешних курсах от вот этой красотки. Порядка 12-13 миллионов обойдутся. Вот. Есть версии попроще, побюджетней. Porsche Cayenne, ну да, в одном классе идет с ней. Честно говоря, по-моему, мы даже ни разу его не возили. Есть Cayenne у нас и в Корее, есть и в Эмиратах, есть в Америке. Так что, друзья, недавно выходил обзор, где мы привезли Lexus LX600 из Америки авиабортом. Поэтому я думаю, что нет ничего невозможного. Если у вас есть какие-то серьезные запросы на вот такие, либо другие люксовые тачки, друзья, вы знаете, куда звонить. Поэтому подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки и до новых встреч. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова